Попалась летучая мышка Ее уже кольцом надели На всякий случай это не кольцо, а дно Это связка колец Вы не догадываетесь, насколько люди бывают разными Самая большая в мире ловушка Самая большая в мире ловушка находится буквально в 50 километрах отсюда По диагонали через Курский залив работают наши литовские коллеги Станция называется Вентас Рагас Несколько лет назад они меняли столбы под своей ловушкой И сделали их на пару метров выше нашей Так что у них теперь самая большая в мире ловушка Но и наша ловушка прекрасно выполняет свои задачи новых птиц Птицы совершенно спокойно в нее влетают Просто не воспринимают ее как для них опасный объект Для птиц наша ловушка это просто элемент ландшафта Это как часть леса Саму дель, саму сетку они воспринимают как плотную растительность Снижаются в надежде прилететь Залетают в глубже в приемные камеры нашей ловушки Птицы настолько ее не боятся, что регулярно в сезон размножения В конце мая, в июне мы внутри ловушки находим гнезда птиц Чаще всего гнезда самых обычных наших птиц Таких как пеночки, веснички и зяблики Регулярно зяблики на этих соснах гнездятся Пеночки, веснички на земле Вообще у нас был зяблик Который на территории нашего стационара гнездился То ли 6, то ли 5 лет подряд В том числе, кстати, и в ловушке гнездился Из года в год мы его ловили И за время его регулярных появлений В нашем стационаре поймали его Порядка чуть меньше 50 раз Из года в год Он удачно здесь выводил птенцов А действительно, почему удачно их не вывезти? Мы здесь ходим, здесь нету птичников А мы, естественно, с ним беспокоим Поэтому каждый раз размножения были успешны Поэтому он снова сюда возвращался Конечно же, есть птицы, которых ловушка наша не ловит Мы не ловим здесь гусей, лебедей, журавлей, цапель, орлов, орланов, аистов Эти крупные все прилетают гораздо выше нашей ловушки Но есть еще представители одного вида птиц Которых не то, что мы совсем не ловим Но ловим исключительно редко И вот исключительно редко в нашу ловушку попадают Самые обычные, но при этом одни из самых умных европейских птиц Знаете умных европейских птиц? Вороны? Вороны! Ворон у нас здесь тоже обитает Но ворон у нас здесь птица оседлая А вот вороны действительно пролетные птицы Летит их очень много Но в ловушку попадаются исключительно редко Последний раз, по-моему, ворона была поймана в 2011 году Но, видимо, не самое сообразительное из них оказалось Почему у каких-то птиц наша ловушка ловит Почему у каких-то не ловит Мы с вами узнаем Когда обойдем нашу ловушку Подойдем с той стороны к приемным камерам Там будет хорошо видна структура ловушки Вы поймете, как она работает Пойдемте Вот смотрите Здесь хорошо видно, что наша ловушка сужается На конус все уже и уже Когда птицы через ворота ловушки Влетают в центральную ее часть Ну, они в конце концов понимают Что что-то происходит не так Потому что стенки становятся ближе к друг другу Птицы разворачиваются И, естественно, пытаются из ловушки вылететь Вот чтобы не вылетели из ловушки все птицы Обратите внимание, что к основным стенкам Пришиты две дополнительные отсекающие стенки Направленные внутрь Пытаясь вылететь, птицы, как правило, следуют вдоль основной стены Попадают в угол между основной и дополнительной И эти две стенки снова разворачиваются с нужной нам в сторону Сторон узкого коридора и приемных камер Такие же отсекающие стенки есть и между центральной частью ловушки И узким коридором То есть наша ловушка, по сути своей Это очень примитивный лабиринт Но мелкие воробьиные птицы, которые, надо честно признать Не отличаются большим умом сообразительностью Просто не в состоянии этот примитивный лабиринт решить Поэтому мы их и ловим Ну, а представьте, центральную часть ловушки Влетела ворона Влетела, посмотрела, развернулась И прекрасно у ловушки вылетела Никаких захлопывающих стенок там нет Наши приемные камеры Это продолжение того же самого лабиринта Давайте посмотрим Вы увидите, что в центральную часть приемной камеры Вдается конус, усеченный На вершине которого отверстие Через это отверстие птицы попадают в приемные камеры Естественно, пытаясь найти выход Где-то в углах ловушки И не понимая, что для того, чтобы вылететь Нужно снова лететь на вершину этого конуса То есть это тоже примитивный лабиринт Вообще ловушки такого типа Называются ловушки вентильного типа Ну, может быть, мужчины знают, как в реке ловят рыбу Ставят ворду или вешу Тот же самый принцип Принцип вентиля Если бы здесь попались птицы Вот через эти отверстия Свообразные дверцы Я бы зашел внутрь Руками поймал бы птиц И понес бы их кольцевать Кольцевать не будет Мы здесь птиц не кольцуем Потому что кольцо упадет в песок Мы его просто не найдем У нас по карманам обычно Вот есть у меня Рассованы вот такие вот мешочки Вот такие вот обычные холщовые мешки Мы собираем птиц Если птиц ловится много У нас есть специальные деревянные ящики Называемые садками Собираем птиц в садки И кольцевать Мы сейчас стоим с вами у ловушки Которая открыта на север Ну, на самом деле, как я вам рассказывал На северо-восток То есть эта ловушка ловит птиц Когда птицы с севера летят на юг Это наша открытая ловушка Я думаю, вы все обратили внимание Что за вашей спиной абсолютно такая же Но открытие в противоположном направлении На юго-запад То есть это весенняя ловушка А это осенняя и открытая в разные стороны Сейчас в ловушке нету птиц По нескольким причинам Миграция уже началась То есть миграция происходит в данный момент Птицы попадаются в ловушку Но, конечно, больше всего птиц ловится в утренние И ранние вечерние часы Сейчас середина дня Сейчас птиц, в принципе, ловится немного Ну, а вторая То, что сегодня моя коллега дежурит Она просто ходит регулярно Птиц собирает, кольцует И, надеюсь, она всех птиц, которых собрала Кого-то из них Из них все-таки нам оставила Я вам покажу кольцевание Уже у кольцевательного домика Пойдемте кольцевать на домику Таким легким полукругом Чтобы просто всем было видно Я сейчас зайду внутрь И еще расскажу про кольцевание птиц Вот сюда мы приносим наших птиц Здесь мы их кольцуем Но кольцевание означает, что вот одно из таких Можно два шага сделать поближе О, детям, чтобы было видно Вот такие вот кольца получают В память о посещении нашего стационара С нами пойманные птицы Разного размера кольца Потому что разного размера лапки у птиц Ну, у нас с вами, знаете, обувь тоже разного размера Вот это самые ходовые размеры колец Они перед вами И вот такие вот самые маленькие кольца Получают самые маленькие европейские птицы Знаете самую маленькую европейскую птицу? Калибрик Там американские виды птиц В Европе есть свой европейский калибри Называется этот калибри Королек Королек, да Желтоголовый королек Наверняка многие слышали об известном турецком фильме Снятом по книге Так вот, желтоголовый королек Вам всем известный Всем известный Теперь уже известный Вам всем известный воробей Весит 30-35 грамм Королек весит 4,5-5 грамм 6 грамм Если он очень толстый Упитанный То есть даже толстый королек весит в 5-6 раз меньше воробья Вот такой вот воробей Вот такой вот королек Корольки Пеночки Крапивники Мухоловки Получают вот эти крошечные кольца Такие кольца мы говорим для птиц Размером с синицу Их же получают славки Их получают тресогуски Грехвостки Такие птицы Такие кольца получают птицы Мы говорим размером с зяблика Но для городского жителя Понятное дело воробей гораздо ближе И роднее Тоже размерный класс Овсянки разные получают такие кольца Ну а такие кольца получают скворцы и дрозды Самые крупные кольца Которые мы регулярно надеваем на лавку Птицы выглядят вот так вот На всякий случай Это не кольцо Одно Это связка колец Ну вы смеете Вы не догадываетесь Насколько люди бывают разными Видимо Вот такие вот кольца получают Самые крупные регулярно отлавливаемые на них птицы Это совы Входите Я закрыта Вот такие вот кольца получают совы Самые обычные в отловах у нас ушастые совы Ушастыми их называют благодаря вот таким перям на голове Но это конечно не уши Уши у совы находятся сбоку И вообще конечно ловля совы у нас тут целое дело Потому что совы попадаются в ловушку на самом деле не так много как нам хотелось бы Потому что из-за глобального потепления численность сов отловых снижается У сов все в порядке Я вас успокою Они просто все реже пролетают к нам И нет смысла лететь так далеко на юг Они зимуют гораздо севернее Из-за глобального потепления Граница зимняя и граница снега уходит дальше на север А принимающие в миграции совы на самом деле летят на границу этого снега Там где граница снега там у них и юг условно говоря Дальше лететь смысла нету Там им проще ловить мышей там где снега нету Поэтому мы используем специальные научные приборы Совершенно специальные Абсолютно научные Я бы хотел сказать что это отечественные разработки Но к сожалению наш советский заяц старый уже почил Поэтому остались только вот такие производства китайской промышленности уже Что это такое? Нет не потому что прилетайте совы у нас куча игрушек Это пищалки Все вы прекрасно представляете себя охотника Который спрятался в тростниках А мимо летит уточка Пролетела уточка Бац готово Вот абсолютно то же самое Такие же пищалки Тихой осенью ночью прячемся в начале ловушки И вот так вот привлекаем прилетающих мимо голодных сов Всегда в природе есть голодные птицы Реагируя на этот писк Может быть мечтая о большой мыши Может быть крик раненой птицы в этом звуке мерещится Мы не знаем и поверьте нам глубоко все равно о чем мечтает сова Главное она реагирует Влетает ловушку прилеченная этим писком Ну мы их пугаем светом фонариков Обычно прогоняем до узкого коридора и там ловим Поймали мы птицу Не важно сова это или какая-либо другая Каждая птица получит кольцо И на каждом из этих колец что я вам показываю Есть конечно серия и номер Абсолютно как серия номер вашего паспорта Номер вашего паспорта уникален Также уникальным является каждый из этих колец Номера на них не повторяются Просто сквозная нумерация Помимо серии и номеров На российских кольцах только одно слово Слово это Москва Почему Москва? Потому что Москва столица нашей родины Но для нас для архитологов гораздо важнее Что там находится центр кольцевания птиц России Организация которая регулирует и контролирует Работу таких научных центров как наш Где ловят и кольцо и птиц Мы поймали птицу Мы надели ее на лапку кольцо Мы ее отпустили Кто-либо, где-либо, когда-либо Снова его поймает В Польше, в Германии, в Бельгии Прочтет слово Москва Написанное латиницей И поймет, что птица была кольцована в России По ассоциации Москва-Россия Он об этой поимке может сообщить Центр кольцевания своей страны Может отправить информацию непосредственно Московским коллегам Неважно, информация все равно поступит в Москву А наши московские коллеги По номеру кольца Определят, что птица была кольцована здесь, в рыбачах Ведь такими же кольцами Только с другими номерами Кольцуют и на Камчатке, и на Чукотке, и на Сахалине И в Сибири, и в Московской области, и в Ленинградской Кольца одинаковые, номера разные А наши московские коллеги Знают номера, какие колец, куда распределялись Поэтому они к нам сюда пришлют запрос на птицу На миокольцованную и пойманную в Испании Мы им отправим Они перешлют информацию испанцам Испанцы, поймав нашу птицу с кольцом Отправят нам через Московский центр кольцевания Извините Эту же информацию сюда То есть мы совместно, обмениваясь данными Собираем самые интересные факты О перелетах птиц Это основной принцип данного метода Но это все теория Сейчас мы с вами перейдем к практике Давайте я вам практику Сейчас сначала расскажу на примере нашей дежурной птицы А потом уже о кольцом тех, что моя коллега поймала Попалась птица Что нужно в первую очередь сделать? Взять птицу в руки правильно Как взять птицу? Голова птицы между пальцами И птица должна лежать на ладошке Только так мы их уберем Почему так? Потому что ни в коем случае птицу нельзя брать за крыло У птицы очень нежные крылья Очень легко повредить Другая причина, почему мы так держим птицу Потому что многие птицы никогда в жизни не были на спине Для птицы мир перевернулся Что делать птица просто не представляет И ведет себя спокойно Может быть есть кто-нибудь из вас Кто в детстве у бабушки с курицей играл Не с той, что из морозилки А та, что живая по двору бегает Есть, все-таки есть еще люди, которые видели курицу живую Удивительно Так вот, если поймать живую курицу Положить ее на спину Откинутый клювик Будет лежать, наверное, минут 15-20 на спине спокойно Попугай также волнистый Ну, скажем так Птицы, которые по жизни лазят квертормашками Такие, как синицы, пеночки и волнистые попугайчики Они, конечно, задачу... Не испугаешь его Да, они решат ее быстро Хотя однажды я так поступил с зимородком Окольцевал зимородку Положил его, включил секундомер Через 10 минут я сдался Я выключил секундомер Перевернул птицу Она улетела 10 минут Лежа на спине Он даже не предпринял попытки никуда улететь Ну, вот, например, синицы так себя не ведут Они их ументально А задачу решают Хорошо, взяли птицу Дальше мы надеваем на нее кольцо Никто не пропихивает лапку птицы через крошенное колечко Посмотрите, кольца не замкнутые Есть разрыв То есть мы надеваем кольцо через разрыв И просто смыкаем его Можно это сделать пальцами Это алюминий, мягкий металл Можно это сделать с помощью специальных щипцов Это не у стоматолога отнятые Это специальные с профилами Под разные размеры колец Исключительно дорогие Взяли кольцо Сомкнули Но не так, как здесь на этой игрушке Видите, кольцо довольно плотно надето В реальности кольцо должно совершенно свободно вращаться Двигаться по лапке Ни в коем случае не пережимая кровеносные сосуды Птица окольцована Но, естественно, ее никто не отпускает После того, как кольцо торжественно надето Я так понимаю, большинство людей знает уже Следующий этап после этого Регистрация Вся информация по птицам записывается в специальные журналы Каждый журнал для разного вида птиц Что мы для разного размера колец Что мы записываем? В первую очередь записываем вид птицы Не по-русски, не по-немецки, не по-английски Пишем мы латынью Почему латынь? Да потому что мы одна из многих европейских станций Мы постоянно обмениваемся данными Отправим нашим зарубежным коллегам данные по-русски Под ответ получим по-болгарски, хорватски, венгерски, польски Это будет безумие, поэтому латынь Записали вид птицы латынь Дальше у птицы определение таких параметров Как возраст птицы и пол Как у птицы определить возраст? Знаете? Как? По кольцам То есть лапки отрезать Годовые кольца посчитать Лети птица с одной лапкой Мы будем счастливы тебя видеть В следующий год Роговицы Мы определяем Вы, наверное, имеете в виду роговицу и восковицу А, да, да, да А восковица? Ну, по восковице определяется пол Волнистых попугайчиков Нет, все-таки Нас интересует в данном случае возраст Как определить возраст птицы? По зубам Зубы в юре выпали Все-таки как? По когтям тоже полуопределяемо Если крашеные, то... Сейчас говорят, что это уже не очень работает В современном мире По размеру крыльев По размеру крыльев По размеру и весу Есть такое набираем с возрастом Я понимаю, есть такое Вот кто-то сказал ключевое слово Перо Вот по перу действительно Вы старую заношенную майку Вы же ее выкидываете У вас есть деньги Сходили в магазин Свежую маечку приобрели У нашего гордого орла денег нету А перо изнасиловаться Что делать? Сбрасывать старое И отращивать свежее Процесс называется линька Но по смене пера Можно определить возраст птицы Очень приблизительно Родилась птица в этом году В прошлом году Или старше Все, что мы можем выяснить Например, для орлана белохвоста Можем до 4 лет Потому что его белый хвост Появляется на 4-й год жизни Ну а так вообще Этот год предыдущий и старше Все Дальше птицы Для этого я, конечно, записал Взрослая птица Коллега поймала дятла В сути по звукам, которые она издается из ящика Я хочу доту увидеть Хорошо Для этого я бы записал Взрослая птица Потому что я его много лет знаю Дальше мы у птицы определяем пол Самец это лесамка Как у птицы определить пол? По оперению Кто-то узнал Ключевое слово Птицы есть перо Действительно надо течать Все по перу Действительно по оперению По окрасу оперению А помимо окраса оперения Что еще может быть? Это правильный ответ А что еще может быть? Клюв Клюв надо куда-то засунуть По клюву только у васковицы У попугайчиков И у некоторых восточных орлов Действительно по клюву Размер Ну конечно же Конечно же размер Вы правы Половой деморфизм Так по-научному называется Разница между полами Чаще всего у птиц Выражен или в окрасе перенее Или в размере Поймали птицу крупную Поймали самца Поймали маленькую Поймали самочку Ну посмотрите В вашей группе Торчат головы самцов Ну сразу же видно У хищных птиц Кстати наоборот У них самочки меньше Самочки крупнее Но у мелких вороглиных птиц Чаще всего Это не размер А именно окрас оперения И правило очень простое Поймали мы птицу Яркую, заметную Привлекательную Поймали Конечно самца Поймали мы серо-незрачную птицу Да, мы поймали самку А почему у птиц самки Серый-незрачный Это у людей С прически Макияжем Приятно посмотреть Ну а самцы Вы сами видите Ребята Ничего личного Даже маски Вас не спасают Вы обыкновенные Смотрите на меня сурово Да, мы правильно В отличие от людей У птиц Именно самки делают выбор Поэтому самцы Должны быть шумными Яркими Всячески Раскуфыренными Внимание к себе Привлекательная Правильно А почему самки серые Они тоже могли быть Вполне сильные Чтобы не сгенеть О, послушайте Голос самцов Сразу так Задача Самки сидеть На гнезде Тихо То есть Яйца Выкормить пинцов Незаметно Не привлекать Незаметно Знают Чем должна Заниматься самка Действительно Задача самки Не привлекать Внимание Сидела бы на гнезде В полной Своей боевой Раскраске Даже очень характерно Не молодого самца Привлекла Пролетающего Мимо А в первую очередь Хищника Птицам Это совершенно не нужно Поэтому самки Окрашены По кровительству У нас конечно Взрослый самец Но я его много лет знаю Яркий хохолок Однозначно Записали Дальше мы птицу Измерим Но мы не можем Птицу поставить Крестомеру Как вот наверное Этих молодых людей Ставят родители Косяку Измеряют Измеряют ваш рост Вот мы не можем Так с птицей поступить Мы у нее измеряем Длину крыла Длина крыла У птицы Это как наш рост Хорошо отражает Общий линейный размер Записали Следующее Мы оценим Жировые резервы У нашей птицы Раздуваем перо Оцениваем В баллах Наличие жира Потому что Большое количество Наших птиц Это мигранты А некоторые Дальние мигранты Это кукушки Ласточки Стрижи Пеночки Славки Соловьи Это птицы Которые зимуют В экваториальной Африке 5-6 тысяч километров Эти птицы Летят на зимовку Представляете Сколько энергии Необходимо Поэтому птицы Аккумулируют Очень большое количество Жира Мы заправляем автомобиль Птицы заправляют Себя жиром И на этой энергии Летят Оценили В баллах Записали Ну и последнее Мы естественно Птицу взвешиваем Ну это я уже Покажу на птице Которую мы сейчас Будем кольцевать Та которая Стучится Я ее Впущу Конечно Покажу вам Сейчас Маленькую птичку Птицу мы берем В руки Вы уже знаете Как Это ласточка Обычная деревенская Ласточка В народе ее называют Косатка Вы уже знаете Как ее держать Вот так Птица лежит на ладошке Видите Сейчас я снимаю С поводка Кольцо Нужного размера Птица Видите Сама мне лапку Протягивает Я ее не принуждаю Все абсолютно Добровольно Добровольное Кольцо Те кто поближе Слышал Он сказал Да согласна Кольцо Совершенно свободно Вращается Видите Движется по лапке И не пережимает Кровеносные сосуды Все птица кольцована Но я сначала должен Записать Что я записываю Герунда Рустика Она потом будет расписываться Конечно Вон я вижу У них Женщины кричат Обычно А поцелуев Молодой человек прав Абсолютно А подпись ставят А мужчины Обычно Правда кричат Отметить Отметить Вот Герунда Рустика Это латынь Деревенской ласточки Дальше мы у нее Осмотрим Эта птица молодая Этого года Абсолютно свежее Неизношенное перо Записали Дальше у птицы Первое оперцевание Я не могу Сейчас у птицы Определить Пол Почему? Потому что Она в юношеском наряде У нее народное название Если кто-то знает Косатка Почему косатка? Потому что Вот эти длинные косицы Но длинные косицы Характерны только Для самцов И появится это После того Как они перелиняют И примут взрослый наряд Сейчас у птицы Юношеский наряд И они такие же Коротенькие Коротенькие Как у самок Вот эта вилочка Видите Очень неглубокая А у самца Она будет очень глубокая Но это только после того Как они перелиняют Сейчас я не знаю Поэтому записывать не буду Дальше мы птицу измерим Длина крылам 121 мм Оценим жировые резервы Да Вполне себе Упитанная ласточка Это говорит о том Что это не наша птица Это говорит о том Что это Транзитная птица Она мимо нас уже летит И последнее Что мы можем узнать Вы уже знаете Это вес У нас есть весы У нас есть птица Мы не можем птицу положить на весы Но на самом деле Ласточку можем Но вообще Лучше поместить Как и любую другую птицу В маленький кулечек Буквально на несколько секунд Мы помещаем птицу И пока она торчит Верху хвостиком Записали 17,5 грамма Все В реальности Вся кольцевательная процедура Еще быстрее Как шутит мой коллега Вытащил Думал Плюнул Воткнул Мы обычно Не достаем птицу С кулечка Просто таким движением В окно отправляем Но для вас Я конечно птицу достану Думаю Отпускаем Молодые люди На счет 3 Только не очень громко А то они бывают Пугаются И улетают обратно Раз Два Три Сейчас сядет куда-нибудь На веточку Минут 5-10 Асюг Потеребенькает кольцо Попытавшись от него Избавиться Успокоиться Придет в порядок Свою оперение Займется обычной птичей жизнью В первую очередь Что он сожрет Ну может быть На ком нибудь Поставила Бывает А где ласточки Эти зимой Самый дальний возврат Который мы здесь получили То есть Мы здесь поймали птицу С кольцом Южно-Африканской республики Это была деревенская ласточка То есть она не только До экватора 6 тысяч Потом еще 4 тысячи От экватора Вниз полетела И была кольцовно В Южной Африке Представляете Так что Действительно От вас Совершают Очень большие Перелеты Потому что они начинают набирать Жир уже в процессе миграции Начинают отлетать Постепенно аккумулирует жир А то что она здесь уже жирная И еще до сих пор не улетела Маловероятно Скорее всего она мимо нас пролетает Она где-то набралась Для этого его набирают В принципе Все что я хотел рассказать Я вам рассказал А можно вопрос А как часто вам о кольцове Ну помните я вам рассказывал Про зяблика Которого мы тут в 50 Это местный придурок Вообще попадаете Ну смотрите Радость Со слезами иногда на глазах Вот у нас есть такой журнал Называется журнал возвратов Все птицы с кольцами Чаще всего это конечно птицы с нашими кольцами Но конечно бывают интересные кольца Вот что тут будем листать Рейкс музеум в Стокгольм Чиж со шведским кольцом Да Вот эти вот скворцы Литовские скворцы Одни литовские скворцы Литовские скворцы Дело в том что недалеко 50 километров литовцы работают Кто-то шутит привет от Юсиса Кто-то Это наш коллега Директор станции литовских Кто-то говорит Литовский шпион попался По разному шутим Вот Ну действительно Всегда птица с кольцом Это приятно Без вопросов А что с ними происходит Не он второй еще надевает А потом попался третий Четвертый Звенят как цыгань Кольцами Не зеньку не зеньку Вот так летит Записали Птица получает Одно кольцо На всю жизнь Получила немецкое Получила летай с немецкой Получила российское Летай с российского В советское время Гордый советский человек Если ловил птицу Убирал кольцом На вторую лапку Чтобы бужуинское кольцо Не притягивала птицу Надевал советское Выравнивал И она гордо летела дальше Сейчас это запрещено Птица получает Одно кольцо Так что попалась Птица с немецким кольцом Мы просто информацию Спишем И птицу отпустим Второе кольцо Мы надевать не будем Это правило регулируется Европейским союзом Орнитологов Которые приняли решение Что птица получает Одно кольцо Потому что птица Летит через многие страны Может попадаться Больше одного А то и больше Чтобы не было вопросов Какое кольцо снять Какое надеть Просто одно кольцо Я хочу вам показать Другое А скажите пожалуйста Вы вот вручную Все записываете А почему нельзя Автоматизировать У меня в руке Птица Ругается Орет Гарит Росписи везде ставит Вы тут стоите Задаете вопросы А я тыгаю пальцем В клавиатуру Вероятность совершения ошибки Гораздо Гораздо больше Чем я просто пишу ручкой Я сделал ошибки А тут же зачеркнул Сверху рядом написал А уже в спокойной обстановке Переносите Информацию На компьютерную базу Данных Совершенно Не отвлекаясь Так что Естественно Мы все Я все пытаюсь Достать Показать вам Но вы своими вопросами Прерываете Этот процесс Мыш С кольцом Попалась летучая мышка Ее уже кольцом На деле Сейчас Сегодня на деле Мой коллега Сегодня ночь Поймал Больше 120 летучих мышей Идет миграция летучих мышей Это обычный Наш не топырек Лесной не топырь Одна из самых маленьких Летучих мышей Вот видите У них с определением пола Все в порядке У них просто Как и у нас с вами Это же млекопитающее Он спал себе В мешочке Я его можно Посажу обратно Он будет себе Дальше спать А почему вы не отпускаете? Ночью? Вам придут гости Вы в 3 часа ночи Нежно дергая за плечо И говорите Спасибо Ну до свидания Это не вежливо Так что пусть до своего утра Посидит Подождет Вечером Когда наступит его утро Мы его выпустим Так же как и вот эту целую компанию Которые здесь Это те которые попались под утро Поэтому их оставили Те кто попался ночью Тех всех выпустили Здесь сидит Вот выйти Тут несколько летучих мышей Сидит рыжая вечерница Вот эта здоровая Видите Там также кожаны сидят Ну видите Недовольные Прячутся по углам А они к корнитологам относятся? Они относятся Ну раз вы кольцовываете Нет мы их кольцуем Но вообще Это млекопитающие Нет Это я понимаю Я имею ввиду Что кольцевание Млекопитающих летучих мышей Ну раз они ловятся Мы их тоже кольцуем Спасибо вам за внимание Я надеюсь Что это новое вы узнали И попрошу вас Расплатиться за экскурсию И всего хорошего Я думаю Сама необычная аптечка Какая попалась вам Самая необычная птица Из необычных Ну знаете у нас Я подозреваю Необычная Немножко отличается У вас и у нас Вот у нас был Такой Ну ладно Из тех Чтобы вам интересно Мы поймали здесь сокола Сапсана Довольно крупный Сокол Погнали его всего один раз Действительно Такой необычный Вот А из интересных нам Была история такая Ну не попалась птица Так и закончилась экскурсия Мы попрощались И тут девочка Такая лет Семи-восьми Прибегает Говорит У вас там птичка Рядом с туристами Которые ждут На экскурсии Сидит на щите Птица Сидит Да Желтенькая такая У нас желтые только иволги Красивые самцы Такие очень осторожные Да С хохолком А с хохолком Здесь только удоды Такие Думаю Удод Рядом с туристами Я подхожу А там действительно В ногах у туристов Ползает попугай Коррелла Или нимфа Австралийский Такой красивый Плечико зеленкое Мы хотели спросить Попугай Я подхожу Они такие Это ваши Я говорю Нет не наши Так вот Представляете Влетел в ловушку Сел Уходя в ловушке На сосну Весь день Там орал Всех туристов Этим озадачивал Каждый раз Находился Извиняться Сказать Ну вот извините Но это не наши Это мимо летело Вот Но мы его кстати Пытались поймать И так не поймали Но все Наделали кучу фотографий А попугая на сосне Шишки Сосны Попугай Очень красиво